К началу 60-х годов прошлого века Сочи – всесоюзная здравница, куда ехали отдыхать десятки, если не сотни тысяч советских тружеников. И этот поток увеличивался с каждым годом. Лазаревский район в это время славился своими сельскохозяйственными предприятиями. Курортная отрасль там не была развита, разве что частный сектор. А Адлер был рабочим поселком, благодаря расположенным там предприятиям. Туристам здесь также не могли предложить комфортный отдых, поэтому объединение четырех районов стало мощным импульсом для развития всей территории. От 10 февраля Президиум Верховного Совета как раз и издал такой указ. И по нему 46 населенных пунктов Адлерского и Лазаревского района были включены в город Сочи. И в принципе, это значительно улучшило инфраструктуру города. Началось жилищное строительство, строились объекты здравоохранения, образование, ну и транспортные тоже организации. Напомню, за 10 лет до Адлерского и Лазаревского в состав курорта вошел Хостинский район. И кроме того, 62 года назад появилось это наименование город-курорт Сочи. Началось преобразование с нового генерального плана, где новым районам уделили особое внимание. План генеральной реконструкции курорта второй был принят в 1967 году. И уже в связи с вот этим вторым планом развития города продолжают строиться. У нас здесь санаторно-курортные учреждения, строятся здания, которые имеют общегородское значение, такие как главпочтам, застраивается центральная улица города, преобразуется улица Новогинская. Развитие санаторно-курортной отрасли создает возможность для новых рабочих мест. Было решено построить 8 курортных комплексов на побережье и 9-й в районе Красной Поляны. За это время районы преобразились в полноценные курорты. Знаменитые пляжи Сочи теперь составляют около сотни километров. Красная Поляна, которая также была присоединена 62 года назад, позволила сделать курорт круглогодичным. Алина Тищенко, Евгений Химченко. Время новостей.